Всем привет, с вами Соломен Электрика, выставка High-Page Building. Здравствуйте, славный город Москва и промокут приветствую. Система отопления, кондиционирования, конвектора, освещения, тиммирования, включения-выключения, создания сцен, управление жалюзи, вплоть до того, что мы даже можем аудио какой-то, не знаю, если у нас есть какой-то сервер, можем подключить в визуализацию. Значит, я так понял, через него можно подключить телефон на iPad и получится то же самое, только на своих телефонах. Да, ну то есть полностью, что мы сейчас видели на стационарной панели, я могу полностью продублировать на мобильном устройстве. Понятно. PS1 это для безопасного доступа, если я пользуюсь, например, не внутри своего помещения, квартиры, дома и так далее, а если хочу доступ, там из любой точечеземного шара обеспечить, вот такая для безопасного доступа я штука PS1. Значит, этот сенсор будет чувствовать, что вы находитесь в помещении и не погасит свет. То есть он более, скажем так, true, более правильно реагирует на присутствия человека, основан на эффекте, похожий на эффект Доплера. Может подключаться к системе. Небольшой репортаж со стенда Zenio. Здесь новый экран HD, новый формат, опять же, флэт формат, датчик присутствия и освещенности, новый интерфейс. Более наглядно здесь в данный момент он разделен по группам, либо же там климат-освещение, то есть тип управления, либо же группа, которая соответствует отдельным зонам в доме. Ну, вот, например, массе. Здесь в интерфейсе более крупные элементы, которые, в принципе, понятны, наглядны человеку в практически любом возрасте управления. То есть включение-выключение света, различные сцены, которые можно задать. В сцену может, ну, подразумевается, допустим, жалюзи могут быть, какая-то подсветка, что-то еще. Вот, подсветку леди можно также принудительно настроить. Это китайский тренд, который также теперь выпускает оборудование KNX, но прайс несколько дешевле, чем все существующие. То есть можно взять штык, загрузить свои карты в свое здание и к ним привязать вот эти подвигательные сцены и забирать все заготовки. Прикольно, это очень здорово. Вот, например, вертикальное, да? Можно сделать вертикальное колесо при заказе. Это Яндекс-станция и у нее есть Z-Wave-контроллер. Алиса. Включи вентилятор. Она включила. А шайтан. Свет зеленый. Она его кушает. Ко мне приехал брат, я ему отправляю ссылку, меня дома нет. Я ему говорю, вот, зайди, пожалуйста, по ссылке домой самостоятельно. Капитан Жан-Люк Пикард. Это Старттрек Энтерпрайз. Да, это управляемые шторы, которые подключаются также к интерфейсу КНХ и, наверное, тоже с другими кем-то. Примечистое, любой дом, который на данный момент существует на рынке. Работает по радиоканалу, я так понял, то есть современный протокол. Но вообще, это самая, наверное, главная фишка в нашей системе. Мы не стали использовать стандартные протоколы, сделали свой фирменный, проприетарный, так называемый, он закрыть туда нельзя, кому-то еще больше. 4К-видео вау-процессора. КНХ прогрессирует на глазах, теперь даже известная компания Allright, которая известна больше всего по субъемному цвету, начала выпуск практически всей линейки актуаторов. И, естественно, очень много приборов заточено. Находясь в любом меню, независимо от, не знаю, какой раздел и так далее, просто ладонь подвести, ну, то есть больше одного касания сделать. У меня там, в какое-то время, в годовременное, вырезает окрученный экран с одной функцией. То есть чаще всего его программируют, как выключить все. В азиатских странах ее используют как тревожную кнопку. Это свободно программированный элемент. То есть я могу функцию любую запрограммировать, какой мне будет удобно. Вот эта камера достаточно дорогая, порядка 40 тысяч рублей. Но ее прелесть в том, что она распознает лица. Вот тут вот видно, она тут же показывает. Если человек уже есть в списте, забит в базу, она его познает, напишет имя. Даже если пол лица закрыта. Настенное крепление. А, понятно. То есть оно вот так вот на стену. Да, на стойке. И там можно под мини, да? Главный представитель. Значит, ради кого сюда приходит столько мужиков. И главное, на самом крутом стенде. SDL Bass Pro.